Приветствую вас Марина, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. На мой взгляд, здесь вот если мы говорим о непосредственно ваших отношениях, то в первую очередь, наверное, стоило бы посмотреть. На эту ситуацию, в ситуацию, что вы не хотите своего мужа с нескольких сторон, с нескольких позиций. Вот, ну например, первая позиция это, что произошло. Вы говорите, что полгода это назад случилось, ну вот, может быть какие-то моменты произошли, которые повлияли на такое ваше к нему отношение, да. Следующий момент, это раскрытие вашего не хочу. То есть, условно говоря, я не хочу своего мужа, но я к нему чувствую что. Если вы к нему чувствуете что-то, то скорее всего это вы подавляете. Я в своем опыте, в своей практике встречал, ну довольно большое количество, да. Точнее, это даже дело не в количестве, наверное, а в природе реакции. Была злость, вместе с отсутствием желания. Было отношение, была ненависть, была зависть, была ревность, ну ревность тут специфичен достаточно моменту. Был импринт, то есть, когда муж в определенный момент, не муж, а партнер, в определенный момент своим поведением, вот именно, именно своим, именно за счет, за счет, именно за счет своего поведения, стал очень похож на кого-то из прошлого, на человека из прошлого. И, соответственно, это подавило желание. Вот, наконец, и третий взгляд на ваши проблемы, это общее изменение вашего состояния, психологического, физиологического состояния в жизни. То есть, например, вы перестали чувствовать себя защищенной, вы перестали чувствовать себя в безопасности, вот, вы начали переживать, там, ну, по какому-то поводу, из-за чего-то, вот, то есть, что-то вас начало беспокоить. И, соответственно, это может тоже повлиять на либиду. Не у всех, но вот у вас могло повлиять на либиду. Вот. Такая вот история. Немножечко в стороне, немножечко в стороне стоит чисто интимный момент, то есть, словно говоря, это разговоры об интимных сферах. То есть, вполне возможно, если вам что-то не понравилось, вполне возможно, что вас что-то отвращает, да. Ну, просто что-то неприятное, в том числе делает мужчина, в том, как он выглядит или как вы его ощущаете, в том числе на уровне обоняния. Вот. И все это, в принципе, нужно проговаривать. Да, это не всегда приятно, да, это не всегда безболезненно, это не всегда повышает самооценку. Это правда, но без этого невозможно что-то сделать. Поэтому нереально чего-либо, да, чего-либо достичь в отношениях, к сожалению. Вот. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, значит, либо вам, либо вам и вашему мужу, если он видит в этом проблему тоже, тоже. Необходимо вместе обратиться к психологу, да, семейному, семейному психотерапевту, вот. Либо по отдельности, но лучше, конечно, вместе, вместе. Вот. Для того, чтобы поисследовать вот эту вот ситуацию, что произошло между вами и ваших отношениях, вот. И, соответственно, 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 когда и если это будет вам сделано, вот, то я думаю, что будут, будут различные моменты, вот. Будут всплывать различные моменты, в том числе моменты, которых вы не замечаете, силу, ну, силу, вот, силу ряда причин, да, силу того, что вы находитесь там, условно говоря, там, постоянно, например, вместе, да, силу того, что вы находитесь, как бы, очень друг другу близко, вот. И, соответственно, можете просто не видеть каких-то вещей, не можете, вы можете не видеть каких-то вещей, вот, можете их не замечать просто. А просто это не потому, что вы, там, с вами что-то не делаете, нет, а это просто потому, что, ну, вот, так бывает. К сожалению, так происходит, вот, это неприятно, это не всегда, далеко не всегда это приятно, но, как бы, тем не менее. Вот, такая вот история, такой момент, то, что я могу вам сказать. Вот, в принципе, все, то есть, пока что без информации дополнительной от вас, без обратной связи, без обратной связи по, вот, этим моментам, которые я назвал, наверное, больше сказать ничего нельзя. Единственное, что я хотел бы еще обратить ваше внимание, это, на то, что, возможно, возможно, в дело вмещалось, вот, то, что называется тревожностью, тревожностью при нарушении. То есть, что это такое? Тревожностью при нарушении, это, когда, условно, у вас, ну, есть некоторое, вот, планирование, да, то есть, вы, что-то планируете со своим мужем, да, вот. Вот, вы, что-то планируете, но, это не получается, ну, вот, вот, просто, вот, не получается, допустим, да, и вы на это реагируете, ну, достаточно негативно, скажем так. То есть, вы, ну, условно говоря, вы пристрируете, пристрируете из-за того, что у вас, вот, не получается, вот, реализовать, вот, то, что, ну, то, что вы планируете, например, то, что вы планировали, вот, не получается это реализовать. И, как бы, из-за этого, из-за того, что у вас, вот, не получается реализовать, то, что вы планировали, вот, ну, вы можете испытывать, вот, тоже, тоже такой, вот, достаточно серьезный негатив, негатив, ну, потому что, можете воспринимать эту болезнь, то есть, если вы, если вот есть вот такие семейные пары, да, кто воспринимает, вот, отход от планов, да, достаточно негативно, то есть, ну, болезненно и так далее. Вот, мне кажется, что, опять же, мне кажется, что, именно планировать детей, это не лучшая, не лучшая идея, потому что, ну, могут быть разные ситуации, на самом деле, вот, и могут быть разные моменты, на самом деле, на самом деле. И, мне кажется, что, когда человек, ну, человек планирует какие-то вещи, когда человек, вот, условно говоря, пытается планировать какие-то вещи, он, мне кажется, подвергает себя уязвимостям. То есть, такой человек становится уязвимостям, вот, потому что, ну, план достаточно, любой план достаточно легко разрушить, любые планы достаточно легко разрушить, вот. И, если вдруг, что-то вот у вас пошло не по плану, то, соответственно, вы могли на это отреагировать болезненько. Вот, еще один возможный вариант развития событий, это, в целом, отношение к детям, то, условно говоря, если вы, значит, планировали детей, ну, внутренне чувствуете, что или вы, или мужики, или мужики к ним никак не готовы, то, соответственно, либидо пропадает там, если вы пытаетесь всегда защитить, защитить, там, от, вот, ну, от, вот этой вот неопределенности такой же, да? В случае, если, ну, кто-то из вас окажется негативно настроен, 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 настроен где-то, вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, по моему мнению, это, ааа, нормально? Что же? Абсолютно. Вот. Ну, мне так, опять же, кажется, что это абсолютно нормальная, нормальная, абсолютно нормальная реакция, вот. И, вопрос заключается в том, ааа, что из этого реально, да, 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 то есть, ну, условно говоря, что из этого, ааа, правда? Вот. Что из этого правда, а что, ну, а что не, 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 не правда. Вот. То есть, эээ, ну, вот, эээ, такой здесь, эээ, есть нюанс. Вот. И, как бы, вам, эээ, сможем, ээээ, вот, самим, друг с другом, эээ, можно обсудить, эээ, вот, аспект, эээ, вашего снижения любви, да, да, то есть, просто поисследовать его, эээ, просто обсудить это, дать свою обратную связь, свой, свой взгляд, эээ, на это, эээ, вот. И, в принципе, больше, наверное, ничего и не нужно, ну, ну, как бы, больше не имеет смысла, эээ, ничего от себя требовать, вот. Все равно, как бы, никакого, эээ, ну, никакого, эээ, результата от этого не будет, потому что, эээ, вы не сможете все равно, эээ, заметить какие-то вещи, которые, вот, например, 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 на которые укажет вам, эээ, психолог, да, эээ, ну, поговорить, и, в целом, там, приготовить, подготовить эээ, почву, эээ, вполне себе, эээ, возможно, и вполне себе реально, вот, если вы, конечно, конечно, в этом заинтересованы, если вы этого хотите, конечно. Вот, эээ, вот, эээ, то, что я могу вам сказать, с точки, с точки зрения, эээ, психологии, с точки зрения психотерапии. Ну, эээ, больше, наверное, ничего, эээ, не буду, эээ, говорить с этой, потому что я так уже, эээ, довольно много, эээ, озвучил, эээ, вещей, вот, не хотелось бы вас, эээ, как-то, ну, условно говоря, эээ, перегружать информацией, вот, мне кажется, что вам это нужно, эээ, переварить немножечко, немножечко, вот, эээ, я могу сказать, эээ, только то, что, ээээ, не видите, что будет легко, легко, вот так, я бы сказал, то есть не видите, что будет просто, а вот. Эээ, просто в, 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 вопросах, в, вопросах, эээ, познания себя и, эээ, своих реакций, ну, не бывает, это акцион. И, не бойтесь, эээ, болли, не бойтесь, боль илиniej боль, это, в какой-то степени индикатор, эээ, того, куда вы движетесь, это индикатор, того, что, в принципе, вы движетесь правильно, в принципе, вы движетесь верно, вот, это, опять же, повторюсь, не, не всегда, ээээ, просто не всегда легко, легко, к сожалению. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что у вас появится обратная связь, с которой вы решите поделиться, и это последует началом психотерапии для вас.